Здравствуйте! Если можно, представьтесь, пожалуйста, кто вы. Ленин Викторович. А с вами кто рядом? Адвокат его, защитник в уголовном производстве и представитель от потери, в другом производстве, неинфектора, ассоциатива. Очень приятно. Виктор, вы можете рассказать, при каких обстоятельствах вас, во-первых, почему вы стали обвиняемым, и, во-вторых, по какой статье, в общем, что возможно, расскажите, пожалуйста. Почему я стал обвиняемым, 11 декабря находился на охране общественного бариатра по улице Институтской. Какого года? 2013 года. Были массовые там заворушения, и мы стояли там, что... Была там баррикада построена незаконно, под мостом. Ну, и нас туда поставили, чтобы мы помогли коммунальным службам расчистить эту баррикаду. А вы в каком качестве там находились? Я как сотрудник, работник милиции там находился, с подразделения первых. Был прикомандирован в город Киев для охраны общественного порядка. Ну, и в связи с этими всеми происходящими, один человек на меня показал, что я ему нанес телесные повреждения. Я как бы я нанес телесные повреждения. А как произошло задержание? Меня? Да, вас. У меня задержания не было, только были в суд. Сначала в прокуратуру, сначала был обыск, не, сначала я был под этим свидетелем, затем был обыск от генеральной прокуратуры, а затем признали меня виноватым, обвиняемым. Понятно. А свидетелем по какому делу, если возможно? По этому же делу я изначально был свидетелем. Когда меня обращивали, а потом приняли, что я не обвиняю. Если я правильно поняла, сейчас вы находитесь под следствием, вас обвиняют в нанесении каких-то там телесных повреждений, вы сказали якобы, я вас чуть позже попрошу объяснить, почему вы употребили именно это выражение, и вы можете рассказать про ситуацию, при которой погиб ваш брат? Да, 18-го числа, 18-го февраля 2013-го года мы находились на улице Крещатик, напротив Дома профсоюзов, это мы уже, охрана общественного порядка, пересекли одну баррикаду и стояли там в цепи в ожидании приказа. Когда мы начали идти вперед по приказу, то передо мной стоял мой брат, и он просто выпал из строя. Брат это Цигун Сергей Витальевич. Он выпал из строя, потом, в дальнейшем я узнал, что оно было стратильное ранение. Ну, ранение приверживалось не легко. А откуда стреляли, это известно, каким образом вообще обстоятельства гибели? Ну, мы стояли как раз спиной в дому в этом... «Пелармония» и «Отель Украина». Получается, выстрел ему, пуля прилетела в левую лопатку и пробила правая легкая. То есть, она пошла сверху вниз. Стреляли либо от Куба, либо от Куба, либо с «Отель Украина», либо с «Северной». Скажите, Виктор, а что произошло на следующий день после вот этой трагической гибели вашего брата? Какая-то поддержка или помощь со стороны властей была? Со стороны властей никакой поддержки не было. Приехала машина, я забрал брата с моргой и уехал домой. А вы вот на сегодняшний день удовлетворены ли результатами следствия по делу вашего погибшего брата? Нет, конечно. Никакими результатами следствия, никаких результатов просто следствия нет. Оно идет вообще, это следствие? Я прокомментирую позже. Хорошо, хорошо. Я вам поменяйте. Спасибо, хорошо. Хорошо, Виктор, как вы считаете, а что на самом деле произошло вот в этот день, когда погиб ваш брат? Как вы считаете? Я считаю, что эти выстрелы были со стороны витингу. Мирно настроенных людей, как говорится в кавычках. Потому что мы до этого стояли, нас шли, кидали камнями, фейерверками стреляли, кислотой обливали, а потом уже начали стрелять. Я так слышал, что мой брат был второй из, которого убили из сотрудников милиции. Как вы считаете, будут ли наказаны виновные? Я, со своей стороны, я, конечно, очень хочу, чтобы они были наказаны, но это уж расследование ведется в Генеральной прокуратуре. А как она будет дальше расследовать, я не знаю. А вы когда узнали о том, что брат погиб? В этот же день или позже? Получается, 18-го числа, 19-го числа в утром я узнал. Потому что его с оттуда забрала скорая помощь, и в госпитале он умер на перегонном столе. Я вам соболезную, но при этом хочу задать следующий вопрос. Через несколько недель после событий на Майдане появилось расследование немецкого канала АРД, в котором официальная версия расстрелов на Майдане подверглась сомнению. Вы этот фильм видели? Вы знаете, я много фильмов смотрел, просматривала это. Я думаю, что это версия, одна из которых более правдивая, что они этот канал показывают, чем наши расследования. А вы можете, ну то есть, когда вы смотрели, я правильно же поняла, что вы видели какие-то там неточности или было откровенное перевирание фактов у АРД? Было такое? Смотрите, там же на институте сразу были спилены деревья. Правильно. Это один из добьющих фактов. Ну и в дальнейшем там тоже, что постоянно показывают, что демонстрации были мирные, что они не стреляли, не кидали, не шли, и что они мирно наоблаштованы были. Поэтому я думаю, что это, конечно, канал показывал со своей стороны противы. Понятно. А вы можете, у вас осталась в голове вообще, вот точка, когда эти митинги, и демонстрации перестали быть мирными? Не знаю. Когда мирными, на институтской, возле входа в Динамо, когда там начали сжечь автобусы, национальные, внутренних войск, также начали калечить хлопцев с внутренних войск, тогда это все началось. И в этот же момент пострадало наших, с моего подразделения, пять человек, которым были переломаны руки, двое из них лежали в госпитале, у одного была проломана голова, а у другого была отказана правая часть. Полностью он ничего правой часть. Вот так избили. А это когда произошло? Вы дату помните? Не могу вам сказать эту дату. Ну, как только на Грушевского первое столкновение после памятника Лобановского. А? Декабрь 19-го года. А точную дату вам не могу сказать. Ну, еще и до этого, конечно, были, но там не так массово было. Конечно, били милиционеров, сотрудников бюро, но просто это все не так. как в этом число все началось. А есть какая-то, ну, статистика, не хочется говорить слово, вообще цифра, общая цифра пострадавших беркутовцев? Ну, вы знаете, я не могу вам сказать за все подразделения, я могу вам сказать за свое подразделение. Семидесяти человек, которые прибыли, до последнего дня осталось сорок человек. 30 с чем-то человек осталось наше семидесяти, это которые целые, не обращавшиеся за помощью милиционеров, за учреждения. А по ним тоже какое-то следствие ведется? Они задержаны или они на свободе? Вы знаете, что им было? Все наши на свободе, бывшие, ну, сейчас уже как бы подразделения нету, некоторые уехали в другие страны, некоторые поразъезжались. Было очень много огнестрельных ранений, гортечью, также очень много было пожженных, много было нанесения в повреждении камня. это в основном переломы ключиц и рук, ну, и также проломанные головы. Вам. Скажите, а почему уезжают в другие страны, как вы говорите? Они опасаются преследования или за жизнь, там, в чем причина? Я не знаю, что опасаются преследования, так как это мудя подвергся, так и уже разъезжаются. Я не знаю, уже давно. Понятно. Виктор, скажите, что ждете? От правительства Украины. Я думаю, что да, перестанут все-таки преследовать меня, точно от того, что я выполнял сколько я свой долг, после Майдана ездил в АТО. В общем, исполнял и дальше продолжаю работать, и также приезжаю в Киев, теперь уже под руководством этого правительства. борюсь, не борюсь, а стою на страже гражданой общественного порядка уже с нынешними протестантами, протестантами, уже с этой стороны, которые привели эту же власть, эту власть привели в те времена в те времена. Жду путешественного расследования, что я знаю, что я не виноват. Вот сегодня у вас есть возможность обратиться к Франции, к правительству, там, знаете, к стране Евросоюза. Что бы вы хотели сказать? Ну, я хотел бы, чтобы они вошли в положение страны и более существеннее разбирались во всех вопросах экспертиза по конкретно тому потерпевшему, который, мы скажем так, веселью дара, которому меняют экспертиза, была сделана аж через целый год, даже больше, чем через год. Естественно, по каким-то там медицинским данным, по которым он обращался в нашу медицинским данным на счет. Это женихный акт. Не самый большой медицинский и сейчас по множественным делам существует. Но он примерно наполовину состоит из того, какой был злодей Янукович, как он сильно рвался от власти и заканчивается тем, что для того, чтобы Янукович был президентом, медицинер, такой медицинер, как Миктор Виталийш и иные подобные, не находились на моих контрактах. Хотя, если просто нормальный и адекватный человек, даже не обязательно будучи юристом, просто прочитает несколько статей закона милиции в той редакции, которая дадут в том, что он никаким образом не мог действовать иначе. Он давал присягу, он был сотрудником милиции, он обязан был выполнять общественную право право. Естественно, никакого оружия у милиционеров, у ППСников, у перфута на тот момент не было. Они все стояли у Николая Кукуровка пронежь леда, дубинки, наручники, научники даже, по-моему, не у всех были закрыты шлем, у некоторых были открыты, то есть это тоже служило в чинной травм, особенности, когда использовали зажигательные снеги. Вот. И говорить о том, что они не являлись инициаторами каких-то конфликтов в противостоянии, достаточно просто там посмотреть любое видео в настроении в той стороне исток. И поверьте мне, если это будет просматривать, не заангажированный суд, который не будет бояться политического давления на себя, если судья, который это рассматривает, не будет бояться за свою личную безопасность, то однозначно этому всему делу очень быстро идет конец. Большая просьба, скажем так, какую-либо общую высказку высказать, это то, чтобы компетентные органы Европы, журналисты, СМИ, телеканалы обращали внимание и на эту сторону не дали, потому что все преподносится как все время в одном цвете, с одной только стороны. и чтобы эта альтернативная точка зрения, она, поверьте мне, она очень объективна, приспорная, но это так, чтобы она была обязательно учтена. Чтобы она была учтена тогда, когда кто-то из компетентных органов заявления дровки, у нас, к сожалению, наши украинские люди так, что искажают порой, они искажают и некоторые процессуальные моменты и события, называют все совершенно иначе, чем это есть, называют виновными тех, кто является виновными в отношении никого нет, никаких договоров и так далее, поэтому, если у нас нет надежды на аквариинские семьи, пока что, к сожалению, то меня бы попросили очень европейские семьи, в конкурсе, чтобы считывалась вот эта антитивная нумия, не то, что это динаминная а просто против факторов, которые отверстили с общением. Да, спасибо вам. По поводу его погибшего брата, тоже обратите внимание, он не, это грубое нарушение закона, он до сих пор не призван таковым, что погиб при исполнении служебных обязанностей, хотя это именно так и произошло. Ему было всего 23 года в тот момент, он нес в исполнении первых и погиб при исполнении служебных обязанностей, и он почему-то до сих пор не является таковым, ему не отдано для лежащих, нету там, не знаю, никакой памяти о нем. В конце февраля, когда это произошло, в Запорожье, 14-го года, его честь хотели назвать улицу в Запорожье, потому что он отдано оттуда. Но, к сожалению, естественно, тогда быстро эта инициатива была подальна, по сервису. Спасибо вам большое за то, что вы согласились дать интервью и ответили на все наши вопросы. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok.